И в разных степенях цивилизации были разные, и разные технологии и так далее и тому подобное. Это все наша история. И говорят, что правды нет, правду не найти, никто этого не знает, все так было, так и будет. Вот кто так говорит, тот не имеет абсолютно никаких знаний. Да и в принципе, следовательно, об этом не имеет даже права говорить. Вообще никто не имеет права говорить о том, чего не знает. Поэтому нужно очень осторожно сейчас каждому фильтровать свой говор. Потому что если у вас есть только мнение об объекте, о событии, о ком-то, просто сформированное из обрывков часто просто других каких-то людей, это невежество. Мнение, человеческое мнение является незнанием. То есть, либо вы знаете об объекте или событии, либо у вас мнение об этом объекте и событии. Мнение о людях быть не должно. Вы либо знаете этого человека, либо вы не знаете этого человека. И я вам расскажу секрет, что даже если прожить жизнь с человеком, вы его так и не узнаете, если он не захочет. Поэтому обсуждать людей сейчас, особенно их негативные какие-то поступки, во-первых, если вы об этом говорите, вероятнее всего это есть и у вас. Поэтому это вам нужно работать над собой. Оставить выбор других на их самих. Вас не должно волновать, почему тот или иной человек сделал то или иное действие, хорошее оно или плохое. Вас не должно это волновать. Вас волнует только ваше действие и в ваш выбор. Вы можете научиться видеть. Просто откройте внимание, откройте ребенка в себе интерес и начните наблюдать. Не за окружающим миром, а за самим собой. Начните видеть в себе негативные проявления. Начните работать с ними. Это всегда делается усилием воли. Сдерживание. Если у вас плохие мысли, вы их считываете и сдерживаете. То есть в буквальном смысле есть мысль мысли. То есть некая точка, из которой уже произрастает ваша мысль. Ну так вот, этих точек много. Ваша мысль не всегда ваша мысль. Так, спойлер. И в какой-то момент, а может быть сразу, вы начнете различать определенного рода мысли из одного источника. Другого рода мысли из другого источника. Свои мысли. И так далее. Это, вы знаете, современная психология. Я всегда хотел... Во-первых, я всегда чувствовал и знал, что это такое, как они работают с детства. И потом оказалось, что это в действительности так. Но это не значит, что я был у них. Я, в принципе, вообще ненавижу эту психологию. Вот у меня подсознательно множество знаний, которые я начал открывать, только, скажем так, напомнив себе путем информирования об окружающем мире. То есть я открыл в себе интерес разобраться во всем. В какой-то момент я понял, что во всем разобраться, в принципе, здесь, в материи, невозможно. Здесь, в материи, ограниченное количество знаний можно нести. Однако, помимо материи, есть еще не менее важные среды обитания, о которых, как минимум, можно сейчас осведомиться, если убрать в себе вот эту вот негативную программу в виде неверия. Вы знаете, всем по барабану на то, что вы не верите. Вот, например, я знаю, что существуют там какие-то объекты или процессы, а вы в них не верите, да? То есть я знаю, что если охватить эти объекты или процессы, они объяснят множество других вещей, и я выйду уже на совершенно другого рода информацию. Огромный океан совершенно другого рода информации, фундаментальной. То, из чего здесь состоит. Я это знаю. Вы это не знаете. Вы можете мне поверить, вы можете мне не верить. Я оставляю выбор на вас. То, что я делаю, это выбор мой. Почему я вообще начал эту затею говорить на камеру?